Стратегические направления развития евразийской интеграции на пятилетнюю перспективу в центре внимания лидеров ЕАЭС. Заседание Высшего Евразийского экономического совета сегодня прошло в онлайн формате. И если бы не пандемия, глав государств ждали бы с визитом в Минске. Беларусь председательствует в интеграции в нынешнем году. Александр Лукашенко подводит итоги. Активизирована работа по устранению барьеров на едином рынке. Усилена защита интересов производителей товаров внутри Союза. Инициированы меры по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве. Но решение требует целый ряд других актуальных вопросов. Участники Союза периодически нарушают договоренности и вносят предложения о беспошлином ввозе на территорию Союза тех или иных товаров третьих стран, аналоги которых производятся у нас в Союзе. Мы имеем выпадающие бюджетные доходы, фактически поддерживаем иностранного производителя и дискредитируем нашу общую работу по развитию промышленной кооперации и снижению зависимости от импорта. К сожалению, отсутствуют результаты в регулировании вопроса о методах контроля содержания лекарственных средств пищевой продукции животного происхождения, в том числе в переработанной. Проблема не решается несколько лет. Считаю, что этот вопрос комиссия принципиально должна урегулировать в течение следующего года. Нами инициирована работа по усилению полномочий Евразийской экономической комиссии. Но успехов здесь тоже пока немного. О каком развитии может идти речь, если комиссия до сих пор не наделена правом обращаться как самостоятельный субъект в суд Евразийского экономического союза? В нынешнем году странам пришлось по большей части перевести переговоры в виртуальную плоскость. Пандемия снизила эффективность многостороннего диалога. К тому же переориентировала цели союзников на борьбу с вирусом. Но с другой стороны раскрыла суть интеграционных объединений, уверен Александр Лукашенко. Президент отметил, ковид убедил даже скептиков, что только вместе можно стать сильнее. Но и цена невыполненных соглашений стала куда более весомой. Белорусский лидер призвал партнеров продолжить работу по укреплению союза, утвердить стратегию интеграции на ближайшие годы. В мае мы в целом одобрили этот проект. В целом. Однако были высказаны отдельные замечания. Сегодня на ваше рассмотрение представлен доработанный документ. В повестку заседания включен блок вопросов международного сотрудничества Евразийского экономического союза. Мы должны принять решение о начале работы соглашения о зоне свободной торговли ЕАЭС Сербии. А также определиться по срокам начала подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Ираном. Это знаковые документы, подтверждающие интерес к нашему союзу в мире. Поэтому предлагаем комиссии активизировать переговоры также с другими государствами. Считаю, что пора развернуть предметную работу по совместному развитию экспорта производимых в наших странах товаров и услуг. Александр Лукашенко подчеркнул возросший интерес к союзу в мире. Идеи евразийской интеграции обретают все больше сторонников. Так согласовано предоставление статуса наблюдателей в ЕАЭС для Кубы и Узбекистана. Углубление сотрудничества с государствами, которые не являются членами союза, приоритет международной политики ЕАЭС. Продолжать эту работу в будущем году партнеры будут подшипством Казахстана. Он станет председателем в интеграции.